Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг». Компании, которая постоянно совершенствуется, поэтому мы будем очень рады, если вы оставите отзыв о работе компании и о сотрудниках в Google либо «Яндекс». Прямо сейчас к нам подъехал ништяк. Итак, встречаем ЕП-6. Летом 2002 года компания BMW и концерн PSA договорились о создании новых компактных бензиновых двигателей. Производителям нужен был новый силовой агрегат. PSA нужен был современный силовой агрегат для замены устаревших моторов TU-серии, а BMW нужен был двигатель для мини на замену устаревшему Trite, который, кстати, мы уже разбирали. Кликаем по ссылочке и смотрим. В итоге в 2005 году были созданы двигатели объемом 1.4 и 1.6, причем старший был доступен в атмосферном и турбированном варианте. Атмосферники получили бездроссельный впуск с системой ValveTronic, а вот турбированные двигатели ValveTronic не оснащались, за исключением двигателя EP6 мощностью 200 лошадиных сил. А вот когда двигатель модернизировали в 2011 году и начали устанавливать на BMW первой и третьей серии, все турбированные версии шли с системой ValveTronic. Аналогичная ситуация с фазовращателями. На атмосферных двигателях их два, на турбированных один, а на турбированных версиях, которые мощнее 200 лошадиных сил, фазовращателя два. Турбированным версиям достался турбокомпрессор типа Twin Scroll, а также все турбированные версии оснащены непосредственным впрыском топлива. У этого двигателя 1.6 высокая степень сжатия. В частности, вот здесь 11 к 1. EP6 дебютировал в 2005 году на Mini и Peugeot 207. Затем его устанавливали на все компактные Peugeot и Citroёn, а под капотом BMW первой и третьей серии он появился в 2011 году и только в турбированном варианте. Базовый 1.4 выдает от 89 до 95 лошадиных сил, 1.6 атмосферный выдает 118 лошадиных сил, 1.6 турбовый выдает от 148 до 270 лошадиных сил. На автомобилях концерна PSA этот двигатель 1.6 обозначался под индексом EP6, 1.4 EP3 на автомобилях Mini и BMW от N12 до N18. Двигатели 1.4 и 1.6 в первую очередь отличаются ходом поршней. 77 и 85 и 8 соответственно, а диаметр цилиндров у них одинаковый – 84 миллиметра. Блок алюминиевый с помещенными в него чугунными гильзами. Разбираться с проблемами двигателя EP6 мы будем на примере данного мотора, снятого с Peugeot 308 2008 года. Двигатель EP6 считают мечтой сервисменов, потому что без работы он их не оставляет. Но не каждым сервисменам этот двигатель по зубам из-за большого количества специфичных проблем. Многие проблемы двигателя EP6 начинались уже в гарантийный период, а все из-за большого интервала замены масла. Хотя многие двигатели проехали 150 тысяч километров без каких-либо дорогих поломок, но уже при таком пробеге начинается жор масла. Жор масла начинается из-за маслосъемных колпачков. Двигатели с масляным аппетитом выбрасывают при перегазовке сизый дым из выхлопной трубы. Это очень легко проверить на стоянке. До 2009 года двигатели EP6 считаются сырыми, потому что у них очень много детских болячек. Собственно о замене масла. Много проблем в двигателях EP6 создали отложения закоксовавшегося масла везде, в том числе и в масляных каналах. Дело в том, что производитель рекомендовал менять масло каждые 15-20 тысяч километров, но масло тупо не выдерживало данного срока, особенно из-за намотанных моточасов. На практике случалось так, что при замене масла после 20 тысяч километров пробега из поддона двигателя сливалась черная густая жидкость, которая когда-то была моторным маслом. Из-за ухудшавшейся смазки задирало юбки поршней, задирало постели распредвалов, задирало коренные вкладыши, выходили из строя ваносы, а также система Veltronic. Масло в этом двигателе специалисты рекомендуют менять каждые 7500 километров. Рекомендует Total Quartz Energy 900W30. Если вы будете менять масло в этом двигателе вовремя, то продлите ему жизнь на сотни тысяч километров. Поговорим о течах масла. Масло может течь через клапанную крышку как наружу, так и в свечные колодцы. Также масло может течь через прокладку вакуумного насоса, через передний сальник коленвала, по корпусу масляного фильтра, а также по болту натяжителя цепи ГРМ. Считается, что деградация резиновых уплотнений происходит из-за повышения кислотности масла на фоне больших межсервисных интервалов. Моторы, в которых масло меняется раз в 10 тысяч либо чаще, очень долго ездят сухими. Двигателю EP6 достался уникальный привод помпы, то есть помпа приводится от промежуточного ролика, который соприкасается с обратной стороной ремня навесного оборудования. Затем вот этот ролик вращает шкив помпы. В двигателях EP6 Euro 5 есть умный соленоид в этом приводе, который управляет перемещением промежуточного ролика. То есть, когда двигатель заведен и не прогрет, помпа не двигается. Умный привод, в принципе, выглядит точно так же, как и этот, только здесь подведена фишка. Что здесь происходит? Изнашивается резиновая обойма шкива помпы, от нее буквально отваливается резина, и тогда ролик идет не по прямой поверхности, а как по бездорожью. Это все естественно слышно, и ломается подвеска ролика. И тогда вот этот весь механизм надо менять. К слову, он стоит немалых денег – 60 долларов. И шкив помпы тоже надо менять. Термостат с электронным управлением посредством нагревателя на двигателе EP6 ненадежный. Дело в том, что из-за течи его корпуса его меняли подзывной компанией на некоторых машинах по 5-6 раз. Он установлен вот здесь, но в данном случае у нас его нет. Но мы помним, что в «АвтоСтронг-М» есть практически все. Понятно, что проблемы с термостатом вызывают перегрев либо недогрев двигателя. Данный термостат дорогой. Заменители стоят порядка 70 долларов. Если вы купите оригинальный с логотипом Peugeot, Citroёn или BMW, он обойдется вам в 110 долларов. И после установки будет здорово, если он пройдет 50 тысяч километров. Отдельного внимания заслуживает датчик температуры охлаждающей жидкости, который встроен в корпус термостата. Из-за неполадок этого датчика термостат тоже отзывался по отзывной компании. Дело в том, что датчик показывал неверную температуру охлаждающей жидкости. ФБУ перед запуском готовит подходящую топливную воздушную смесь. Если датчик дает неправильную температуру, то и топливо-воздушная смесь, соответственно, неправильная. Тогда двигатель просто не заводится. Это важно при запуске двигателя на холодную. При попытках запуска двигателя на очень богатой смеси очень быстро выходят из строя свечи зажигания. Сам производитель настолько намучился с этими датчиками и с их заменами по гарантии, что предложил новый датчик, который устанавливается на место пробки разноздушивания системы охлаждения. Но этот датчик был доступен только для атмосферных EP6. Настало время сделать небольшой перерывчик и начать разбирать мотор. Вы ждали, и он пришел. Встречаем Павел. Мы начинаем нашу разборочку. При создании этого двигателя инженеры ни в чем себе не отказывали и не отказались себе в удовольствии сделать топливную рампу из пластика. При интенсивной городской эксплуатации с частой работой на холостых оборотах форсунки могут засориться, что проявляется при холодных запусках в виде троения и вибрации, очень похожих на чихание. Тогда компьютер показывает ошибки по богатой либо бедной смеси. Чтобы избавиться от этого симптома, надо залить жидкость для чистки инжектора в бак и проехать несколько баков бензина в трассовом режиме. И тогда с вашими форсунками все будет окей. Двигатель EP6 оснащен бездроссельным впуском, но дроссельная заслонка здесь все-таки есть. Она нужна тогда, когда двигатель работает в аварийном режиме, а ValveTronic не работает. В клапанной крышке находится мембрана системы вентиляции картерных газов. Как и на других моторах, она трескается и неучтенный расходомером воздух начинает просачиваться во впуск. При этом двигатель будет неровно работать на холостых оборотах и подъедать масло. Также при разрушенной мембране будет слышен свист проходящего воздуха при работающем двигателе. Мембрана в атмосферных EP6 меняется очень легко и стоит недорого. На рынке есть очень много неоригинальных заменителей. Сняли клапанную крышку и видим вот такую страшно сложную картину системы ValveTronic. Электромотор приводит промежуточный вал с эксцентриками, которые отклоняют промежуточный рычаг. Это сделано для того, чтобы изменять высоту поднятия клапанов. Тем самым регулируется подача воздуха в цилиндры. Из-за больших интервалов замены масла очень страдает ValveTronic, а именно изнашивается червячная передача. Именно она, приводя эксцентриковый вал, регулирует высоту подъема клапанов. По состоянию лаковый налет здесь не такой оранжевый, как мог бы быть. Состояние кулачков в норме. Почему мы разбираем этот двигатель? Потому что загнут один из выпускных клапанов в четвертом цилиндре. Так как в этом моторе из-за системы ValveTronic в выпускном коллекторе недостаточно разряжения, соответственно нужен как у дизеля вакуумный насос. И если когда-нибудь этот вакуумный насос попадет к вам в руки, никогда не крутите его против часовой стрелки, иначе он может заклинить. При установке такого насоса на двигатель надо обязательно обратить внимание, крутится ли он вообще. Потому что если он не крутится, то можно попасть на распредвал либо же на цепь ГРМ. И все из-за чего? Из-за того, что вакуумный насос клинит и с ним клинит выпускной распредвал, а с ним и все остальное. Добавим, что в инструкции по эксплуатации автомобиля с двигателем ЕП-6 написано, что нежелательно ставить на передачу на стоянке. Потому что при проворачивании коленвала либо ГРМ в обратную сторону могут повредиться лопатки вакуумного насоса. И также он может заклинить. Из-за больших межсервисных интервалов вакуумный насос становится жертвой отсутствия смазки, потому что масляные магистрали закупориваются и не подводят к нему масло. И тогда его клинит с очень печальными для двигателя последствиями. А теперь про течи масла. Вакуумный насос может потечь маслом по вот этой вот прокладке. Это легко устраняется путем замены этой прокладки. Также вакуумный насос может потечь маслом по вот этому стыку. Тогда его надо разобрать, почистить, либо же посадить на гермет, либо же подобрать подходящую резинку. Продолжение следует... Обратим внимание, что муфты ванна скрепятся на распредвалы без шпонок, просто усилиями болтов. Муфты становятся жертвой старого масла, а также мусора в нем. Кроме того, засоряются клапаны, которые подают масло к муфтам. На первый взгляд мы видим, что с маслом здесь не так уж все и плохо, но посмотрите на эти сеточки, сколько мусора они собрали. При таких проблемах с клапанами-фазовращателями двигатель работает плохо, богатит топливную смесь, а также теряет холостой ход. Потом возникают ошибки, которые конкретно указывают на проблемы с ваносами. Ошибка, указывающая на богатую топливную смесь, в первую очередь связана с проблемами с ваносами. Чистка форсунок и замена лямбда-зонда в этой проблеме никак не поможет. А теперь смотрите сюда. Здесь на распредвалах стоят две крышки. По вот этим каналам масло идет к фазовращателям. Вот это стальные кольца, которые герметизируют это все. Вот это крышка алюминиевая. Это стальные кольца. Мы получаем борозды. Чем больше эти борозды, тем больше течь масла. И тогда фазовращатели функционируют плохо. Есть проблема. Эти крышки отдельно не продаются. Чтобы получить эти крышки новые, надо покупать новую ГБЦ. Но некоторые СТО перетачивают, делают вставки, и тогда этот двигатель можно эксплуатировать дальше. С 2011 года инженеры устранили этот косяк и поставили сюда пластиковые кольца, которые никак не стачивают алюминий. Вот это болт-натяжитель цепи ГРМ. В ранних экземплярах он мог предоставить вам две проблемы. Во-первых, он мог потечь маслом вот здесь. Во-вторых, у него была слишком слабая пружина натяжителя, и он очень слабо натягивал цепь ГРМ, когда машина стояла. Конкретно вот этот болт у нас уже нового образца. В нем новая пружина, новая шайба. Отличить болт нового образца от старого образца можно по вот этой выемке. Цепь ГРМ удивляет тем, что она растягивалась при пробегах 80 тысяч километров. На турбированных двигателях она растягивалась и при меньших пробегах. Когда цепь здесь растягивается, то она начинает грохотать. Происходит смещение фаз газораспределения. До перескоков обычно не доходит, потому что двигатель просто невозможно эксплуатировать. Также добавим, что если цепь грохочет первое время после запуска двигателя, то значит надо менять этот болт-натяжитель на болт нового образца. Обратите внимание, в ГБЦ есть заглушка. Вот здесь циркулирует антифриз. Если двигатель перегреется и голову поведет, помимо всех проблем эта заглушка может выскочить и попасть в район шкива коленвала. Мало того, что она туда попадет, то антифриз не менее литра вытечет в поддон. Маслосъемные колпачки едва выхаживают 150 тысяч километров, особенно на горячих выпускных клапанах. Масло подгорает, остается на клапанах, попадает в цилиндры, сгорает цилиндры и существенно уменьшает жизнь катализатора. Естественно, масляный аппетит у мотора EP6 возрастает. Лучше не доводить до такого состояния и менять клапаны превентивно. На данном двигателе мы видим, что колпачки дали течь. То есть половина клапанов у нас с нагаром, а половина клапанов у нас со свежим маслом. Нередкая проблема на двигателе EP6 – это смещение седел впускных клапанов. Дело в том, что при работающем двигателе ГБЦ горячие, а проветриваемые впускные клапаны более холодные, поэтому они смещаются. Но наш двигатель нас удивил и у нас смещены два седла выпускных клапанов. На предыдущих наших разборках нам не доводилось рассказывать про седла клапанов, потому что такой проблемы мы никогда не встречали. Суть в чем, что ГБЦ алюминиевая, клапаны стальные, клапан не может барабанить по более мягкому алюминию, поэтому предусмотрены вот такие колечки седла стальные. При такой проблеме в соответствующих цилиндрах падает компрессия, начинаются пропуски зажигания и фактически там ничего не горит. То есть цилиндр не работает. При выпадении седла соответствующего клапана может свалиться рокер и он тогда вообще перестанет открываться. Когда возникают вопросы по пропускам зажигания, то народ начинает лечить их заменой свечей, катушек и так далее. Могут даже померить компрессию. Если седла вывалились не сильно, то компрессия в принципе будет в норме. Что нужно сделать в этом случае на двигателе EP6? Надо отключить ValveTronic, то есть снять фишку с электромоторчика или снять фишку с датчика положения эксцентрикового вала. И если двигатель заработает нормально, то проблема в седлах. Как мы видим, седла у нас выпали не очень сильно и поэтому поршень не ляпнул по клапану. Седла отдельно не продаются, поэтому при такой проблеме надо брать ГБЦ, нести в ремонт и там вытачат седла по вашему индивидуальному заказу. По состоянию цилиндров откровенных задиров здесь нет, но и HONO здесь тоже нет. Это значит, что смазывающие свойства масла просто стремились к нулю. И еще хочется заметить, что туда, куда не доходили поршневые кольца, диаметр цилиндров тоньше, то есть практически без выработки. Грубо говоря, здесь вот сверху на границе ощущается крохотная такая ступенечка. Это маслонасос двигателя, который мы сейчас используем. Сейчас разбираем. Он под евро четыре. Есть двигатели под евро пять. Там стоит маслонасос с электромагнитным клапаном, то есть электромагнитный клапан регулирует давление в масляной системе. То есть при холостых оборотах давление 1,7 бара, при оборотах от 4000 давление 3,5 бара. И этот клапан тоже пострадает от загрязненного масла. Его может заклинить, а там как повезет. Если заклинит в положении для минимального давления, то тогда двигатель будет голодать на высоких оборотах. К электромагнитному клапану тянется провод через отверстие в блоке. Так вот, то отверстие тоже может течь маслом. Производитель признал этот косяк и выпустил ремкомплект. Здесь же стоит простой редукционный клапан с шариком и пружинкой. То есть давление отодвигает шарик, и масло стравливается через вот это отверстие. А коренным вкладышем у нас, да? Поршни у нас в удручающем состоянии, то есть графитовое напыление стерто. Видны задиры на донышках поршней, нагар, компрессионные кольца подвижные. Маслосъемная тоже подвижная, но загажена. Но в принципе ситуация эта не меняет. И по шатунным вкладышам мы видим реальный износ и задиры. Ну и шейком коленвала мы тоже скажем, да, потому что на всех задиры. Разборка закончена, и сегодня мы разобрали долгожданный EP6. Вообще бытует мнение, что этот двигатель выпустили сырым к людям. Сегодня мы в этом убедились, потому что 5 листов текста нам дались не так-то просто. Если вы хотите знать о моторах, коробках, все, обязательно подпишитесь на наш канал. Поставьте лайк этому видео, нам будет очень приятно. Оставьте, естественно, комментарий, заходите на наши соцсети, звоните нам, покупайте отличные запчасти. И помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг». «АвтоСтронг 1» Субтитры создавал DimaTorzok